Игорь Анатольевич, депутат Рязанской городской думы. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. — Буквально на днях в селе Никулич был открыт памятник, посвященный воинам-героям Первой мировой войны. Расскажите, пожалуйста, об этой инициативе. — Во-первых, памятник был открыт на мемориальном комплексе, где уже есть два памятника героям Второй мировой войны, нашим соотечественникам, труженикам тыла этой же войны. Поэтому был бы логическим завершением открыть памятник героям Первой мировой войны. — Ну, логически напрашивается вопрос, а зачем именно эти события были освещены? Ну, то, что у нас война, значит, 1941 года, Великой Отечественной войны, она еще свежа в памяти, это объяснять не надо, да? — А вот то, что у нас неизвестная война, которая происходила в 2014-2017 годах этого столетия, в прошлом столетии, она в историографии нашей остается неизвестной войной. Я сам учитель истории, но для меня непонятно название империалистическое, германское. Хотя эта война считалась до революции освободительной, считалась этой войной народной, большой войной, великой войной. И вообще-то даже сравнивали ее где-то с Первой Отечественной войной 2012 года. Можно, конечно, по-разному оценить итоги. Говорить, что вот после этой войны распалась три империи, в том числе и российская, и что итоги войны для России были неутешительные. Они не то, что неутешительные, они были вообще ужасные, распала страна, и потом привело к революции. Но люди-то в чем виноваты, что произошло вот такое в истории? И поэтому герои были всегда. Вот у меня там два деда воевали на этой войне. Один был Георгиевский кавалер, причем он участник был и Японской войны, дед Илья. И дед Максим, он также был участником Прусиловского прорыва, такого известного в этой истории. И они были героями, они воевали за свою родину, за интересы России. Поэтому нам надо помнить о них, поскольку, давайте я представлю эту ситуацию. Мирная жизнь, 14-й год, пашутся в поля, убираются семьи, в общем-то живут нормальной жизнью полноценной. И вдруг война, и вдруг мобилизация, и вдруг приходится идти на смерть по существу. И вот этот период, мы чувствуем сердцем войну прошедшую, а вот ту войну можно забывать. Это естественно, человеческая память, она, в общем-то, недолгая. И поэтому хотелось бы подлить ее именно в истории этого памятника. Мы нашли 10 участников войны, жителей поселка Никуличи. И надеемся, мы оставили там таблички свободные для того, чтобы, продолжив поисковую работу совместно со школьниками 41-й школы, а не поисковый отряд, они искали фронтовиков 41-го года, участников работы в тылу тоже 41-го года. И сейчас помогали нам также искать героев Первой мировой войны. И вот в этом поиске мы понимаем, что идет огромный воспитательный момент для детей. Мы видим, что сейчас вот завершенный памятник, вот мне даже радостно от того, что там гуляют молодые семьи, и дети смотрят фамилии своих предков, смотрят своих прабабушек, прадедушек, и говорят, а вот мои воевали, а вот мои принесли победу, а вот мои участвовали в этих великих сражениях. Я считаю, что наша задача живущих вот сейчас, в данный период, как можно больше, чаще и внимательно относиться к памяти тех героев, чтобы никогда никто за западе не мог сказать, а вот эта война была, значит, проиграна Россией, эта война ничего не значила, ничего подобного. В любом случае, итоги войны, они переосмысливают с точки зрения геополитического результата. А таков результат, что Россия – это единственная страна, которая противостоит всегда, во все времена, в общем-то, такому геополитическому воздействию англосаксов, я считаю, это и англичан, и теперь уже американцев. Они постоянно, у них есть такая мания, что они велики, что они могут диктовать всем миром. Никто им не может, кроме России. И вот это является главной причиной тех же теперешних событий, которые мы и в Сирии, и в Украине. Поэтому мы единственные, кто продолжаем, и самое главное, мы продолжаем быть в христианских традициях. У нас есть совесть, у нас есть все то, что нет на Западе. Есть коллективизм, как бы мы это ни называли. А вот когда человек живет один индивидуально, под большим забором, это раз в западной ценности. Поэтому я считаю, что та работа, которая проводится Советом ветеранов поселка Никуличи, Советом территории, здесь номер 10, где я являюсь депутатом и представителем совета, мы свои цели достигли. Вот сейчас мы закончили огромный этот комплекс. Если вы хотите, потом, может быть, покажете спецъемки. Я доволен тем, чем мы занимаемся. Ну вот скажите, пожалуйста, о реакции местных жителей. Как отзывы какие-то, что они уже успели вам сообщить? Вот знаете, я бы с большой радостью сказал, что жители очень довольны. Но, к сожалению, ради как бы правды я этого не скажу. Вы знаете почему? Почему? Вот поселок Никуличи, это бывшее село Никуличи, а в старинном названии Микуличи. По традиции там еще был какой-то такой Микула, который грабил на простом тракте богатых, отдавал бедным. Вот такой как бы у нас есть. Робин Гуд. И вот название Никуличи. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что это окраина Рязани. Это черта города Рязани. И сейчас вот те люди, которые были, воспитывались, и я воспитывался в послевоенное время, у нас была доброта. У нас был в любой дом, знаешь, войдешь, желанный гость. К сожалению, может, это вредение времени, может быть. Какая-то черствость появляется в отношении с людьми. Приезжают новые люди, сразу вставят заборы, собак заводят, как будто их там завтра кто-то ограбит в конце концов. Что там грабит-то у них? Три, шесть машин, которые они имеют. Но так вот я хочу сказать, что, к сожалению, уходит вот тот дух доброты и тот дух взаимовыручки, который был в военном времени. И я надеюсь, что вот своими памятниками, своими работами мы все-таки заставим подумать людей, что без общих усилий, без какого-то дружбы нельзя дальше находиться. Когда вот то старшее поколение, которое там сейчас, вот мы пытаемся как-то скрасить их быт, оно воспринимает очень хорошо, положительно. Но моя цель все-таки, чтобы положительно воспринимать, прежде всего, дети, которые рождаются, смотрят на все это, чтобы они воспитывались на лучших традициях, которые отличаются всегда и русского человека, и православного человека, и мусульманина, и любой другой религии, где написана доброта, взаимовыручка и сострадание, я бы так сказал. Кто не помнит свою историю, того нет будущего. Да, совершенно верно. Ну что ж, я надеюсь, что работу с детьми организовать сейчас достаточно несложно. По большому счету, у нас есть для этого ресурсы и в городе, и в области, в частности. У нас очень мощный преподавательский состав в школах. Вот, наверное, необходимо сейчас на это сделать упор. Оксан, дело в том, что я проводил лекции по итогам Второй мировой войны в школах своего округа, 41-е, 11-е, 43-е. Тоже, я бы сказал, что ребята очень внимательно смотрят, они голодными глазами слушают всю эту информацию. Ну, давайте скажем... Если интересно рассказывать, опять же, можно слухо рассказать. Если титулю свое дело, а я учитель истории, в общем-то, потом уже стал депутатом и занимается хозяйством города, но в душе-то я остался учителем. Поэтому я так скажу, что все-таки в нашем образовании, я имею в виду уже образование наше, российское, все-таки надо пересмотреть курс истории, курс преподавания истории. И курс особенно связанный с военными, вот, со Второй мировой войной. И самое-то главное, что надо воспитывать не на этих боевиках, где там убивают целыми взводами, там, полками, а именно на фильмах, вот, допустим, Лариса Шипетько, Сотников. Там вообще не стреляли, но там была война. Там было внутреннее такое вот потрясение, я когда сам даже в возрасте взрослый смотрел, и фильм великолепно поставили, или почитать Василия Быкова, Сотников. Вот это война, это настоящая война. Или какие-то кадры хитрокроники посмотреть, где люди идут на смерти, вот, прямо с Красной площади, с лицами решителями идти воевать. Вот это война настоящая. Сейчас показывают, вот, последний Сталинград Бонаручука, это просто какой-то мультфильм, я считаю, с этими, со спецэффектами. И ветераны его смотрят не с желанием. Поэтому я хочу сказать, что нужно у нас поменять какую-то вот в России, вернее, политику или отношение к истории, к воспитанию патриотов. Потому что я считаю, что это должна быть комплексная программа, со всех сторон продуманная. И людей, которые готовы помочь в этом, я вижу даже в Рязани очень много, вот, мне историческое общество, и особенно мне нравится заниматься с ребятами. Моя голубая мечта – это вот круглый стол с детьми, со сырклассниками, где можно бы все вопросы геополитики, вот такие животрепещущие, даже внутренние политики, обсуждать публично, чтобы они не чувствовали каких-то двойных стандартов в жизни. Это самое страшное – неверие в то, что слышишь, и то, что на самом деле происходит. Это очень интересная тема, действительно. Мне кажется, она безграничная, они, вот, к сожалению, эфир у нас не резиновый, но я очень, очень, очень сильно желаю вам успехов, вот так скажу. Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Обязательно заходите еще, очень приятно было с вами побеседовать. Это была программа «Городские встречи», Игорь Яшин был сегодня у нас в гостях. Мы с вами скоро увидимся, всего вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова